Сегодня мы будем немножко говорить про ночь. Этот урок немножко нам откроет понимание, как правильно спать, когда мы спим, что это нам дает, сколько время спать, сколько надо, что иудаизм про это говорит. Мы тоже будем говорить про медицину, что они говорят, что иудаизм говорит, но мы увидим, что спать это одна из самых серьезных вещей в жизни, что она влияет на вся наша жизнь. Говорят мудрецы, что есть три очень важные вещи в жизни – пить, кушать и спать. И спать самое важное. Больше, чем это питание, что мы получаем, когда мы кушаем и когда мы пьем, что это очень важно для тела и тоже для души, когда мы спим и получаем много больше. Если, скажем, например, человек не кушает хорошо, это будет влиять на него, он будет уставший, потому что нет энергии и он не сможет жить как положено. Когда человек не пьет хорошо – то же самое. Но говорят мудрецы, когда человек не спит правильно и хорошо – это вообще хуже, чем если человек не кушает и не пьет хорошо. Так что спать – это очень-очень важно. И это время – ночь, когда мы спим. Есть там много секреты. Бог создал день и Бог создал ночь. Вообще ночь Он создал перед дня. Ваи эрев, ваи бокер, йом эхад. В юдаизме день заходит ночь. Например, воскресенье – это суббота ночью. Это уже для нас называется воскресенье. Сегодня, сейчас мы сидим, сегодня какой день? Среда. А вот сейчас, уже после восьми часа, уже солнце село, это уже называется четверг. Это не среда. По юдаизму мы уже в четверг находимся. Да, happy четверг. Всегда ночь приходит перед день. Так Бог создал мир. Всегда, если мы увидим, в мире ночь, она символизирует, да, немножко негативное такое время, да, ночь. Ночь – это такая очень опасная и страшная, да. День – это очень такая радостная, хорошая энергия, позитивная энергия. И не просто так. Это действительно так есть. Почему так стабилизирует это? И почему мы чувствуем ночью очень страшно? И, да, человек, многие люди, им очень… Они не хотят ночью, там, гулять сами, без никого. И ночью дети и другие очень… Вы знаете, есть такие люди, они без… Маленькая такая… Маленький фонарик, там, маленький свет. Без… Без этого ночи они не могут спать. Почему они боятся? А чего они боятся? То же самое. Дом – это дом. Но ночь – это время такая… Судное время. Такая… Есть очень такая негативная энергия. И говорят мудрецы, что так Бог создал в мире, что всегда негативное приходит перед позитивной энергией. Клипа – это поверхность. А при – это плод. Это фрукт. Это… Клипа – это кожура. Клипа – это кожура, правильно. Клипа – это будет кожура. А при – это что внутри? Да, это плоды. Всегда кожура приходит перед плодами, да. И то же самое. То же самое это в нашей жизни, да. Например, есть многие люди, что у них есть такие ситуации в жизни очень неприятные, да. Знаете, есть такие времена в жизни, что так все не идет. И проблемы, может быть, с семьей, с деньгами, с всякими вещами. И человек заходит в такой стресс такой. Ему очень неприятно. И он боится. Если так сейчас, что будет потом? И говорят мудрецы, что когда есть такая неприятная негативная энергия в жизни, это говорит, что скоро пройдет очень хорошее время. Потому что всегда в жизни после ночи приходит день. И когда, вы знаете, самое время, темное время ночью. Когда она? В середине ночи, в начале ночи или в конце ночи? Говорит Зоа, Зоа, это книга Каббала, он пишет, что не в середине, в конце ночи. Это время, это секунда. Одна секунда перед, как солнце, первый свет приходит, да, называется Алло Ташаха, Дон на английском. Это секунда перед, это самое темное время ночи. Спрашивают мудрецы, почему именно там? Почему именно в конце ночи? В конце ночи это самое темное. Это говорит, так это нашей жизни тоже. Когда ты видишь самое темное время в твоей жизни, это говорит, что вот сейчас приходит утро. Вот сейчас приходит хорошее время. Поэтому эту вещь надо помнить, потому что это действительно так. Надо помнить всегда, когда есть такие ситуации в жизни, очень тяжелые и очень темные, что вот-вот сейчас приходит, сейчас придет самое хорошее время. И много людей это видели, есть много историй, что люди говорят, что именно когда было самое сложное время, несколько дней после этого стало самое хорошее время в жизни их. Это ночь, немножко будем говорить тоже про это, про энергию, что находится ночью, и как это влияет на нас, что мы должны сделать. Есть много законов и много советов, что Тора нам говорит, что мы можем делать ночью, чтобы хранять сам себя из этой негативной энергии, что они находятся ночью. Начнем потихоньку, потихоньку. Первая вещь, надо знать, что когда Всевышний создал мир, и перед как грешили Адам и Ева, они не спали. Не было надо вообще спать. Они жили тоже ночью и тоже днем, они жили. И написано, что земля это нелюбимо. Когда я говорю земля, земля она не говорит, но каждая вещь в мире есть какой-то ангел, что он на нее как будто охраняет, и это ежний ангел. Так написано, что каждое дерево, мы про это уже говорили несколько раз, каждое дерево, каждый куст, что есть какой-то ангел, что он охраняет его, ему дает энергию и говорит ему расти. То же самое, когда мы говорим земля, мы не имеем в виду физическая земля, мы имеем в виду этот ангел, что он храняет землю. Этот ангел пришел и сказал Всевышнему, смотри, это проблема, что я земля, и люди не спят. И сейчас тоже Адам грешил, и они еще не спали, тоже после греха. Люди не спали, не надо было спать. Не было вообще такая вещь в мире. Они просто получили энергию, и была у них сила. Земля сказала Всевышнему, ты меня проклонил, что должны бы люди работать, чтобы плоды привезти с землей. Потому что перед грехом земля привезла плоды без никакой работы. Люди не должны были даже поставить ничего. Плоды просто пришли всегда. После как грешили Адам и Ева, сейчас надо было работать. Спать в твоем лице, будешь зарабатывать деньги. Так написано в Торе. Пропитание. Да, пропитание. Сейчас это проклян, Всевышний нас проклял, что нам надо этого делать. И тоже земля, она получала это проклятво. И сейчас земля должна, что работали с ней, что она привезла плоды. Но проблема, что люди умножаются очень быстро. Потому что они живут тоже днем, тоже ночью. И многие, многие становятся. И земля, как будто не может так дать много плоды. А она пришла и как будто жалуется Всевышнему, смотри, здесь что-то неправильно. Всевышний сказал, нет проблем. Я буду ночью дать питание людям, а ты земля будешь давать днем. И от этого момента, какой-то момент, весь мир изменялся. И люди начинали спать. Должны были спать. Когда мы спим, мы получаем питание Всевышнего. Человек, что он не спит, он, когда он не спит правильно и хорошо ночью, он чувствует, у меня нету силы. Я не могу. Почему? Он не получил питание Всевышнего. By the way, человек, что он много грешит, делает нехорошие вещи, он будет больше уставший, чем человек, что не грешит. Так написано у нас в книге. Почему? Мы это видим из брата Якова. Яков и Исаава, они были два братья, да? Был у нас Авраам, наш отец Авраам. Он имел два детей, Ицхак и Ишмаэль. Ишмаэль, все мусульманы от него пришли. Ишмаэль, он его выгнал из дома. А Ицхак, он продолжал наш народ. Ицхак имел два близнеца. Он имел близнецы. Яков и Исаав. Исаав вышел первый, и Яков был второй. Исаав был очень такой агрессивный человек, не очень приятный. Он сделал много грехов. И написано, что когда им было пятнадцать лет, Авраам, их дедушка, умер. Аз Яков сразу пошел домой, сделал какая-то пища. У нас есть традиция кушать круглые вещи, когда люди умирают. Кто-то из семьи ухаз ва шалом, не дай бог, умер. Аз мы кушаем вещи, что они круглые. Почему? Чтобы как будто это символизирует, что мир он круглый. Люди приходят, люди уходят, все нормально, так и жизнь и есть. Поэтому мы кушаем круглые вещи. Яйцо или лентил, это будет лентил. Как ты сказал это в русском? Не знаешь? Я забыла. Ага, забыли. Да. Он сделал этот суп из лентил. Он сделал этот суп. И это Яков. Но Исаав в этот же день, когда... Чечевица, да? Чечевица, да. Чечевица. Чечевица, она круглая. А он сделал такой суп, чтобы дать папе, что... Папа его Шницхак, он был... У него папа умер. Так что он хотел ему помогать и варить для него. А второй сын Исаав, он пошел гулять в этот же день. Не помогать папе. И даже не уважать это время, что твой дедушка умер. Он пошел, написано, что он сделал пять самые нехорошие грехи, что есть в Торе. Он там убил человека и износил кого-то. Вот. Очень нехорошие. Пятнадцать лет ему всего было. Ну, так написано, что он сделал. Когда он приходит домой от этого дня, Исаав, он был очень уставший. И потом он просит из Якова, Яков, есть что-то покушать? А из Яков он сделал этот чечевицу суп. Яков говорит, да, есть, вот я сделал суп. Но одна пища есть. Сказал ему, хай, давай мне. Он сказал ему, так просто так я не даю. Он говорит, что ты хочешь? Я хочу, что ты мне продал первенство. Он был первенец. Первенец Исаав. Яков хотел быть первенец. Там была вся причина, почему он хотел быть первенец. Он не просто так хотел быть первенец. Написано, что первенец они были, когда не было Коганим. Коганим, это сын, у нас народ Израиля, есть люди, что называется Коганим. Они служат Бога больше, чем всех. Они работают в храм. Они делают очень высокие вещи. Перед как Коганим стали в Израиле, каждый первенец, он был как будто Коганим. Он был этот человек духовный семьей. И Яков хотел быть такой. И Исаав вообще-то не хотел. Он сказал ему, давай, продай мне твое первенство. И сказал ему, я тебе дам суп. Азисав сказал, ну зачем мне это первенство? Только головная боль. Я тебе это продам и давай суп. Написано, что он был такой, так ему было, был такой голодный, что он даже не смог кушать нормально. Ты мне возьми суп и сыпь его в рот. Такой он был, говорят мудрецы, он был такой уставший, что даже не смог кушать нормально. Должны были ему сыпать это в рот. Говорят мудрецы, как он стал такой уставший, от чего? От грехи. Когда человек делает много грехов, нехорошие вещи, какие-то части из его души уходят от него. Например, человек сейчас обзывает, говорит нехорошие вещи. Что случается сейчас духовно? Какая-то часть из его души выходит. Она говорит, смотри, я не могу здесь быть, здесь слишком нехорошее место. Выходит, и он теряет какие-то части, святые части из его души. Теряет их. И что случается? Когда ты теряешь какие-то части душа, шалом алейхен, какие-то части душа твоей теряешь, автоматически что случается? Человек уставший. Потому что питание душа мы получаем, когда мы спим. Ты спишь, Бог тебе дает энергию. Когда человек спит, душа выходит из тела. И она уходит в духовные мира. И там она получает энергию. И заряжается, приходит обратно. И слава Богу, есть силы. Но когда человек грешит, он это заряжание отдает и теряет. Этой части души и энергии, что он получил. И поэтому он очень уставший человек. Сейчас мы будем понимать, как может быть, что наши мудрецы, раввины большие, они почти не спят. Смотри, например, был раб Вадья Йосеф. Недавно умер. Несколько лет тому назад. Он спал, наверное, 3-4 часа каждый день. Люди это видели. Он много не спал. Он пошел спать в 2 часа и встал утром каждый день в 6. 2 до 6, 5 до 30, так он спал. Это очень мало. Но у него была такая сила, и весь день учится. Вы знаете, есть люди, которые думают, когда ты работаешь, ты устаешь физически. Я заметил, когда человек работает, он немножко устает. Но когда человек учится, он устает еще больше. Физическая работа, да, это немножко мы уставшие. Но когда человек с мозги работает, человек устает даже больше. Раба Вадья Йосеф, он учился весь день. Этот человек каждый день, весь день учился. Не только он, все большие раввины. Они большинство дня учатся, и преподают, и говорят. Как они могут только 4-3 часа спать, и у них такая большая сила и энергия, весь народ это очень непонятно. Но сейчас, как мы сказали, сейчас мы можем это понимать. Люди, что они не грешат, у них вся энергия находится в них, и они ее не теряют. Люди, что делают грехи, как Исаф сделал, как мы сказали, поэтому он был очень уставший. Это первая вещь. Человек, что хочет не быть уставшим во время дня, надо быть очень осторожным, быть хорошим человеком. Хорошие люди, они не устают. Хороший человек или хороший еврей? Хороший еврей, хороший человек. Начнем с хорошего человека, тоже хороший еврей. Сейчас, когда человек спит, надо знать, почему мы спим. Зачем спать? А здесь два вида людей в мире. Есть такие, они говорят, смотри, спать это кайф. Я прихожу домой, чтобы спать. Это для меня удовольствие, да? Он любит спать. Но такие люди, например, приходят в субботу. Ты его спрашиваешь, ну суббота, они работают, суббота. Что ты делаешь в субботу? А, в субботу я сплю. А что это имеет в виду? Моя цель жизни, это отдыхать и спать. Это их не цель. Это один вид людей. А есть такие другие. Он говорит, нет, если бы была такая таблетка, чтобы я бы смог взять, чтобы не надо было спать, я бы ее взял. Почему? Смотри, сколько вещей есть делать. Я не успею, я не успеваю, я хочу больше, я хочу. Эти люди понимают правильно, почему мы спим. Мы спим, чтобы получать силы, чтобы делать нашу миссию в жизни. А многие в наше поколение, все у них наоборот. Спать – это еще одно удовольствие из удовольствия жизни. И это для них уже цель. Цель жизни – отдыхать. И надо понимать, что это неправильно. Цель жизни – это не отдыхать. Это следующий мир. Цель жизни – это работать. Делать что-то. И мы это говорили немножко про… Если вы помните, в прошлой лекции, что я дал здесь, про радость, мы сказали, что это одна из причин, почему люди не радостны. Почему люди не радостны в жизни? Потому что они думают, что цель жизни – отдыхать. И им невозможно отдыхать. Потому что надо работать, надо делать, надо убирать, надо всякие вещи сделать. И потом он как будто чувствует, смотри, я не делаю цель, я хочу отдыхать, и я не отдыхаю. А он чувствует очень грустно, ему очень нехорошо. И он не может быть радостный человек. Но человек, что утром встает с этого понимания, я вообще не пришел в этот мир отдыхать. Я отдыхаю, я сплю, чтобы потом иметь больше силы делать мою миссию в жизни. Такой человек будет всегда радостный. Даже если у него нету времени отдыхать, все нормально, все хорошо. Это просто маленькая точка. Но почему мы спим? Мы спим, чтобы получать энергию, чтобы делать нашу миссию в жизни. Когда мы спим, надо спать правильно. Что это спать правильно? Правильно спать. Когда мы спим, есть время. Тора говорит, и тоже наука сегодня это доказала, всякие эксперименты, что они сделали, что первая половина ночи сон лучше, чем вторая половина ночи. Люди, что они спят вторая половина ночи, это они говорят, что один час из вторая половины ночи, это, извините, один час из первой половины ночи, это как два часа из вторая половины ночи. Если я сплю в девять часов до десять, это дает мне энергия и сила, как я сплю из два часа до четыре часа ночи. И поэтому, посмотрите в наше поколение, люди очень слабые на все. Нам очень тяжело получать жизнь. Литмодет. Литмодет это, ну... Выстоит. Как? Выстоит как бы. Выстоит. Да, выстоит жизнь. Нам очень тяжело. Да, например, посмотрите, что случилось пятьдесят, сто лет тому назад. Были войны, люди болели, были всякие... И люди жили с этим. У них была сила это... Они не зашли в депрессию и хотели убить всем себя. Сегодня маленькая вещь, что-то не... У тебя нету одежды, что ты хотел купить, нету денег, ты уже, ой, что в моей жизни не в жизни, я не... Да? Да. Так это есть. А у них не было ничего, и как будто все нормально, так в жизни есть. А почему это так? Почему у них были силы, такие крепкие, а у нас нету? Одна из причин, это потому что они правильно спали. И мы не хорошо, мы не спим хорошо. У них света нет. Уй, я фе. Свет? Мы думаем, а как хорошо есть свет. Не, не хорошо этот свет. Почему? Когда не был свет, люди и пошли спать на правильное время. Не было что делать. Все, нету, что свечки зажигают. много денег нет а что люди делали пошли спать и спали правильно хорошо хорошее время я не крепкий у них тоже душа получила сильная энергия у них память была хорошая смотрите я читаю много книги книги что написали 200 лет 300 лет 500 лет тысячи лет тому назад две тысячи лет тому назад алмуд бавилонский зор две тысячи лет тому назад ты видишь сколько эти люди знали какая у них была память у них не было компьютеры что у нас сегодня есть сегодня ты хочешь что-то найти в компьютер это ты находишь они все у них было в голове я вижу что они пишут что то же самое да это что я говорю а 100 лет тому назад так тоже вы нахо вы меня понимаете я очень молодой но ваши дни не было компьютера не было ничего тоже я помню когда я был как будто ребенок да когда маленький не было телефон да я получил компьютер когда да мне было наверно там а 12 лет только получил компьютер там ничего не было ни интернет ничего только там игры и но сегодня мы видим что мы очень слабые духовно у нас нету энергии человек очень уставший и мы не работаем как они работали вот так и бау хашем все таки сидим в компьютер и выходит домой я не могу макарах почему это так потому что мы не спим хорошо мы не спим в правильное время и говорят мудрецы да если человек хочет иметь крепкая жизнь должен спать рано это важно сейчас да есть всякие ситуации что да будет можно например люди что они учат то и так далее они всегда с духовность они связаны когда человек учатова это как спать почему он заряжает батареек учение това заряжает наш батарейка поэтому есть такие большие мудрецы и что они говорят ну я буду спать немножко позже потому что я учу и это учеба это как спать очень интересно обе нахман из бресла он говорит что иногда человек хочет спать и он не может уснуть закрывает глаза и хочет спать хочет спать но не не засыпается азон говорит мы думаем окей если человек закрыл глаза на полчаса и не заснул а он не заряжал даже отдых когда ты закрываешь глаза из этого мира даже не спишь только отдыхаешь на полчаса как будто спал получится это дает сила он говорит на иврите михадеш это мухин это михадеш это обливает наши наши мозги даже не спал но когда мы спим это очень важно когда мы спим если это на первая половина ночь очень хороший сон дает очень много энергии поэтому очень хорошо детям именно сегодня большая проблема с детьми дети и все они и перактивные такие они могут сидеть они идут на учебу и не хотят учиться учиться у них как будто очень все там для них и скучно и и нету энергии нету откуда это все пришло много рад это потому что они не спят правильно и не спят хорошо если бы наши дети спали хорошо у них было очень очень хороший хорошие мозги и и сила чтобы сидеть и слушать учить учить учителя да сегодня у нас это очень и только детям тоже я смотрю люди я делаю много и лекции люди приходят здесь такие они могут сидеть они всегда смотрят что то есть что там написано что здесь кто зашел кто пришел они не могут пошел кофе сделал он не может сидеть там от полчаса час и слушать и фокус почему много раз потому что человек не спит хорошо и поэтому нету мозги они не митхачима хумы не обновляя не обновлялись правильно и поэтому не может думать правильно поэтому родители что хочет что их не дети были очень удачный в школе и так далее должны быть с ними очень строгие времена когда спать сегодня есть такая традиция все когда ты хочешь по и пойди в твою кровать и спи это нельзя делать и иногда потому что родители ходят гуляя там а до 11 12 часов они с детьми гуляют и это дети миски ним до жалко этой дети потому что они спят очень-очень поздно и потом родители на них к оси молим они на них и злея почему ты не стоишь почему ты не хорошо учишься маза почему за тебя ты мне не дашь спать как положено как ты хочешь то я учился и это очень очень важно и поэтому я заметил тоже на мои дети мои мои дети я очень строгий с времена с ними они идут спать 8 часов уже идут спать 7 30 подготовки 8 часов идут спать ну пока они еще не такие большие до 7 лет 6 лет 8 лет но когда они утром встают у них есть энергия они читают у них есть фокус и с ними читаю иногда они они могут много время на один лист смотреть потому что они спят хорошо и поэтому это очень очень важно тоже для нас спать сейчас да мы привыкли спать на вторую часть ночи большинство люди сегодня они спят на вторую час ночь но иногда хорошо немножко там воровать время из первая часть идти спать немножко рано даже один день в неделю или два дня в неделю чтобы организм получил больше энергии больше фокус и это очень-очень важно для нашей жизни именно для люди что как мы что мы хотим хотим учиться то а и знать больше и помнить да многие люди проводят на лекцию он выходит все ушло не помню все что он учился потому это почему тоже это зависит на наш сон как мы спим сейчас как спать как спать мы говорим про время время спать самое хорошее время как мы сказали это на первая час ночь тоже вторая час хорошо когда люди спят днем это вообще не можно сравнивать как спать ночью ночью дает очень большая сила днем тоже есть что-то там но это не так как спать ночь поэтому есть такие люди что говорят хая буду я буду спать меньше ночью я днем немножко до заберу это не то же самое это нехороший это нехорошо тоже на здоровье это нехорошо есть такие люди что они ночью работают сегодня данные люди что работают в аэропорт в аэропорте так далее и это очень-очень опасно больницы это очень нехорошо и такие работы работает окей си нету возможность окей но когда это много-многие лет это может очень зависит на на сердце и делать всякие нехорошие вещи потому что так бог создал в мире это так жизни есть ночь создалась для сон чтобы спать и не чтобы гулять и так далее как как спать очень очень важно говорят мудрецы что есть законы у нас в юдаизме как спать например когда человек спит очень хорошо спать на начинать спать на левой стороны вообще для мужчины написано в закону что нельзя мужчинам спать на на спине и нельзя мужчины спать на животе мужчине можно только спать на боку или левое и право женщина может спать на спине и на животе почему мужчинам нельзя потому что у них в организме есть есть какая-то вещь что если они спят на на спине они могут видеть не только нехорошие с ней они могут видеть ну как будто может да да может выходить от них и семя из нехороших снов и снов когда они спят на на голове на на спине или на животе и поэтому нас это запрещается в торе это нехорошо поэтому мужчина должен спать на боку но тоже женщина даже ей можно спать как она хочет хорошо начинать спать на левая сторона почему есть рамбан маймони да он говорит причина по медицину когда человек спит на левая сторона у нас есть печень она на правая сторона у нас есть желудок это на левая сторона когда человек спит на левая сторона печень она ложится на желудок. Печень, она очень горячая, весь там кровь находится в печени. А желудок, там вся эта еда, что мы кушали во время дня, она переваривается во время, когда мы спим. Переварение самое хорошее, это когда мы спим, потому что наш организм, он спокойный и сейчас желудок работает очень хорошо. Поэтому, когда мы спим, на левая сторона говорит рамбан, когда печень, она лежит на желудок, она его немножко греет. И это очень хорошо для этого процесса, когда она греет его. Поэтому очень хорошо на левая сторона спать. Это рамбан нам говорит. Я не говорю, что это хорошо кушать. Но даже ты кушал 5 часов тому назад. Переварение самое хорошее, оно когда ты идешь спать. И поэтому говорит рамбан хорошо спать на левая сторона. По каббала, да, секреты Торы. Говорят еще объяснение, почему мы спим на сторонах. Мы знаем, что мы живем физическую жизнь, но здесь есть все духовное тоже. Есть энергии, что они возле нас. Есть всякие хорошие энергии, негативные энергии. И говорят мудрецы, что ночью, это как мы сказали в начале, есть очень негативная энергия в мире, духовная. И человек должен эту негативную энергию как будто как to overcome, overcome будет, to победить ее. Не дать ей много возможностей и силы. И когда человек, он спит, эта негативная энергия на него влияет, потому что душа уходит. Но когда мы спим на левая сторона, говорят мудрецы, что эта негативная энергия человека находится на левая сторона. Позитивно находится на правой стороне. Когда человек спит на левая сторона, он как будто побеждает эту негативную силу. И это ему дает хороший сон. Это от него убирает нехорошие сны. И это очень полезно, как мы сказали, тоже по гамбаму, по медицину и тоже духовно. И поэтому, кто может спать на левая сторона, это очень-очень хорошо. Я не говорю, что это в законе написано, что это обязанность, но это хороший совет, что нам говорят мудрецы Каббала и мудрецы Рамбам, чтобы делать. Для начала. Для начала. Говорит Раби Яков Хаим Софер, что если человек хочет в половину ночи на правую сторону, это нормально, потому что вся эта негативная сила находится в первой половине ночи. Вторая половина ночи из половины ночи до утра уже это не такая негативная энергия в мире. И поэтому это окей. Но в первую половину ночи хорошо спать на левая сторона. Иногда у людей есть нехорошие сны. И они спрашивают, что я могу делать, чтобы нормальные сны были. Это неприятно так спать и видеть такие нехорошие сны. Говорят мудрецы, есть несколько вещей, что если человек видит, что у него нехорошие сны, он должен сделать. Первая вещь это смотреть и проверить его жена мезуза. Мезуза это очень святая вещь, что мы пишем и ставим на дверь. Каждый еврей имеет это очень-очень важное митсва. И это нас храняет из всяких негативной энергии, что находится дома. Не дает им заходить домой. Когда у человека есть многие нехорошие сны, это имеет в виду, что есть какие-то духовные силы, что они играются с ним во сне. И ему дают всякие нехорошие сны. Как они зашли в твою комнату? Они зашли в твою комнату, потому что там нехорошая мезуза. И поэтому надо проверить эту мезузу. Первая вещь, что она хорошая, что она правильная, что она самая хорошая и большая уровень, как мы можем, что она написалась правильно. Вторая вещь, что человек может делать. Иногда человек, у него есть нехорошие сны, потому что он спит, и у него рука находится на гиде на шее. Гиде на шее, как будет на русском? Седалищный нерв. Седалищный нерв. А здесь какой-то нерв у нас в ноге. Седалищный нерв. И когда человек... Гиде на шее. Когда человек спит, и у него рука находится на этот нерв, на ноге, он видит нехорошие сны. Почему? Этот нерв, этот нерв, что находится у нас, но это очень негативный нерв. Там очень духовно негативные силы. И когда твоя рука находится на него, это может влиять, что нехорошие сны у человека были. И поэтому, если ты видишь, что кто-то у него находится рука во время, когда он спит на этот нерв, надо руку немножко оттуда убирать. Женские сухожилия. Так это называется? Гиде на шее. Гиде на шее. Женские сухожилия. Да, да? Поэтому есть плохие мысли. Если не женщины... Это то, что... Я не знаю. Это то, что удалили, когда этого... Да. Еще одна вещь. Иногда у нас есть дети. И дети имеют нехорошие сны. Да? Иногда дети стоят в половину ночи, и... Очень им страшно. И родители не знают, что делать. Говорит мудрец Бен Ишхай. Он пишет в его книге сто лет тому назад, что когда у детей есть нехорошие сны, много раз это потому, что родители им не моют руки, после как они им ногти стригут. После как мы ногти стригем, есть несвятость, что приходит к нам в руках, когда мы стригем ногти. Поэтому надо обязательно мыть руки. Говорят мудрецы, кто может даже мыть, как мы моем утром, с чашки, это даже лучше. Но даже если нет чашки, надо мыть руки после мыть ногти. Тоже не только детям, тоже нам. Написано в книге, что когда человек... Иногда есть люди такие, что у них страх от всего есть. Да, они боятся из жизни, боятся самолет, боятся ездить, боятся... Я не понимаю, почему я боюсь, я не был такой. Сейчас так случилось, что он очень боится из многих вещей. Говорят мудрецы, это потому что он, когда он ногти стригит, он после этого не моет егошние руки. И это делает страх человеку, потому что эти негативные энергии, они к нему приблизаются и делают ему всякий страх, и он боится всякие вещи, и тоже на сны влияет, и он видит нехорошие сны. Поэтому надо мыть руки, тоже когда человек идет стригся, да, и стричься. Да, стричься, он идет стричься, после этого даже ты ничего не трогал. Там был парикмахер, он все сделал, ты профессор, все у тебя чисто. Надо мыть руки, потому что от себя вышли какие-то волосы, это волосы, когда мы их стригем, еще раз приходит негативная энергия. Почему? Потому что волосы, написано в кабале, волосы у них есть энергия суда. Дин, очень такая строгая энергия, негативная даже можно сказать, поэтому мужчину нехорошо много, иметь много волосы, борода хорошо, волосы нехорошо. А женщину это окей, это хорошо, потому что у женщины немножко другая система, у них с этой энергией они знают, как ее впитывать. Но мужчиной мы не можем, поэтому мы не можем строгая энергия, мужчина не может это впитывать в себя. И поэтому нехорошо много, когда есть волосы. Но, когда мы стричим волосы, что случается, как будто этой негативной энергией они на нас злится. Почему ты меня как будто уменьшаешь? И поэтому надо сразу мыть руки. После этого тоже детям, когда мы стрижем, надо мыть руки. И это написано в законе, что человек должен мыть руки. И поэтому много раз у нас нехорошие сны. Вот я вам дал несколько примеров, как убирать эти негативные, нехорошие сны. Мы сказали мезуза проверить, мыть руки после, как мы ногти слижем, или мы идем стрикся. И тоже иногда, когда рука, она находится на ноге, где этот гида на ше, это же этот нерв, да? А зато может делать нехорошие сны. Есть, вы знаете, когда человек спит, иногда мы хочем его разбудить. Самая хорошая опция его разбудить, это сказать его имя. Еврейское имя. Почему? Потому что твое имя, это имя твоя душа. Твоя душа сейчас ушла, ты спишь. Когда ты говоришь его имя, сразу же душа, а, вот, я прохожу обратно, да? Поэтому, когда мы говорим имя человека, это самая хорошая опция его разбудить. То же самое дети. Ты приходишь утром, хочешь его разбудить, скажи его имя так хорошо, нежно, чтобы он, да? Не делать ему так, шатать человека. Это неправильно. Окей? Когда человек иногда спит, не может вставать, да? Ему очень тяжело вставать. Одна из причин, смотрите, есть такие люди, что они спят, и у них руки на сердце. Это очень опасно, да, Хагаб? Человек, что он спит, и у него руки на сердце, он может не вставать. Так говорят мудрецы Каббала. И поэтому, если ты видишь человек, что он спит, и у него руки на сердце, убери его с ней руки на сердце. Это очень опасно. Да. И это делает так, что человек не сможет встать, как положено, или вообще. Поэтому, если ты видишь, дети иногда спят так, надо убрать, и потом его разбудить, и ему будет легче вставать. Есть люди спрашивают, иногда мы хотим вставать в какое-то время. И вы знаете, сегодня есть будильник, но сто лет тому назад не был будильник. Как люди вставали? Петух. О, они, петух, у него есть одна, один час, одно время. Иногда ты хочешь немножко больше спать, но ты хочешь как-то будить сам себя. Говорят мудрецы, смотрите, это очень большой секрет. Говорят мудрецы, что у нас есть какие-то биологические часы, что мы можем сами себя их запрограммировать. Если человек будет говорить семь раз, семь раз, какой-то час, да, он будет спрашивать Всевышнего, я хочу разбудиться в такой час, я хочу разбудиться в такой. Семь раз, он в этот час, у него глаза откроются. Говорят мудрецы, Давид, король Давид, он написал книга Таилин, псалмы Давида. Там есть одна строчка, что эта строчка, если человек говорит семь раз, и после этого говорит час, он сто процентов в этот час разбудится. Я это проверил много раз. Так и есть. Вот тоже самое секунду, ты просто разбудил. Эта строчка, какую-то? Да. Эта строчка, если вы хотите написать. Кто хочет это говорить, это, находится псалмы Давид, я просто не помню, какое из них. Он Queводи, Урая Невел, и Урая Шахар, всем раз, это проек Lamch Deus толков Queмой Айр Шахар, чтобы он разбудился в пять часов. Надо говорить, что он разбудился в пять часов. Значит, groceries, flights, когда 옷 couבтрек, а. ЯHe és brigade, да. почему я эта информация вам говорю тоже чтобы использоваться и тоже посмотреть как у нас мудрецы все до сегодня будильник но вообще-то не было надо это все все всевышний нам дал вся информация как будет сам себя на самая хорошая это будильник тоже в шаббат можно его пользоваться он не надо никакие дома да да сейчас есть такие люди что они очень уставшие хотят спать но сейчас они не могут спать и что делать есть всякие всякие надо убираться надо делать работу надо и так далее но он хочет спать спрашивается вопрос есть какая-то путь что дает нам мудрецы чтобы получить энергию оставаться чтобы не не засыпать говорят мудрецы что мы можем пользоваться псалмы давида есть там много секреты и есть несколько псалмы давида что если человек будет их читать это я как кофе дает ему энергию чтобы не засыпаться какие-то псалмы есть 15 маленькие псалмы в самый давиды они называются широма лот до широма лот так они начинаются 15 такие маленькие строчки они они начинаются все широм а лучше рома лочи рома лот это из 120 до 134 до псалмы давида есть 150 из 120 кухов широма рот из 100 до 100 до 134 будет 14 15 15 псалмы давида если человек чувствует уставший пусть будет открыть эта книга псалмы давида читать эти с эти строчки это ему даст энергия как кофе без кофе да еще одна вещь очень интересная в обе нахман из брасли его спрашивали иногда человек у него наоборот он хочет спать но не усно не не засыпает что делать такая ситуация он дает несколько вариантов что мы можем делать духовно чтобы засыпать одна вещь он говорит если человек будет думать про волны просто думать про волны да он будет засыпать так говорит обе нахман из брасли поэтому люди что у них с проблемой засыпать просто думать волны да нам сказали когда мы были маленькие считая не считает она барашки так там сказать это не помогает обе нахман говорит из каббала надо думать про про волны галин 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 за его не знаю если смотреть смотри во время на вина хамин брасли в не было телефоны что можно смотреть азон говорит думать я не знаю может быть тоже но так он говорит есть еще один вариант если это не помогает если человек думает про тхията митим это немножко уже более страшно тхията митим это безаташем когда придет машинах будет мертвых будут вставать как это называется на русском мазаре воскрешение воскрешение мертвых да а человек идет спать не засыпает что он должен сделать сейчас тебе сам себе представь воскрешение мертвых люди это дает человеку какая-то какой-то гурмон у него разбужается что ему дает засыпать да а за это вторая вторая опция что мы можем делать третья вещь говорят мудрецы это уже больше по каббале есть какой-то ангел что этот ангел он охране он он отвечает на сон это его жняя работа он он делает так что люди засыпали если ты думаешь про его жняя имя ты зашнешь какая у него имя одесском скажу на буквы иврита это алифта фьюд алиф ламид а ти эль да алифта фьюд алиф ламид а ти и эль да но не хорошо сказать это его жняя имя потому что а не сказать его имя только думать про этой буквы не сказать только думать и без от ашем думы 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 заснешь это еще одна алифта фьюд алиф ламид окей но сегодня много секрет я вам даю чтобы только чтобы не засыпали не сегодня сейчас до такого уже да окей еще одна вещь работай иногда человек хочет спать твой друг не ты друг хочет спать и он засыпает что ты можешь сделать не скажи ему но если ты если человек хочет что вдруг засыпал он этот друг не может засыпать или жена ли кто-то не говорите ему но если мы возьмем немножко из ушей сера это называется да из внутри сера поставь ему на голове где-то да поставь это ему он заснет не твоя на него но не скажи ему потому что он тебя зазвится да но если ты этого делаешь он заснет поэтому если муж много говорит возьми немножко поставь на него пошел спать что это иметь ввиду что-то про друга такие слова на русском я не знаю окей еще одна вещь а это так написано у нас что можно можно так помогать я я я я не видел что можно делать это сам себе но другим это может окей человек что говорит во сне да он спит и знаете люди говорят во время когда они спят и он утром встает ему гости знаешь что ты сказал так и так и так и сказал иногда это тоже нехорошо потому что у него сон не сто процентов душа не глубокий душа не не поднимается на сто процентов а что можно делать написано у нас в улицах если человек возьмет зуб из собаки и на него будет это носить идти спать он не будет говорить уверен что она тоже можно делать людям а собака еще одна вещь есть люди что они но хорин но хорин но хер храпит хахом привет у нас еще много информации здесь они надо все сказать человек что он храпит это большая проблема иногда есть проблемы и семейной жизни поэтому да она храпит или он храпит он не может спать а не может спать что делать человек что храпит одна из вариантов что мы можем делать говорят мудрецы пусть покушает чеснок вареный до перед сном если человек кушать вареный чеснок это помогает чтобы не храпил а за это тоже можно делать и зато чем если помог поможет скажите мне чтобы я знал я это не это именно я не проверил но другие вещи меда проверили а ну что было варено чтобы поставь пищу что было варено больше храпит больше чеснок просто сейчас говорит обе нахман говорит что когда человек спит это очень хорошо почему когда мы живем в чтение дня много нехорошая информация заходит на мозг до всякие ерунда такие ерунда это на русском на бухарском это всякая ерунда заходит внутри и это все для нас нехорошо это просто нехорошо поэтому когда человек правильно спит хорошо спит это вся ерунда от него забывается и поэтому это одна из причин почему мы спим почему очень хорошо спать правильно и хорошо чтобы мозги как мы сказали стал новые мозги это вся ерунда забылась и нам не мешало и новые мозги на на новый день написано в книге девы пенхаз что когда человек спит это его успокаивает если он очень человек злой до каждая вещь ему его взлет человек что идет спать это его успокаивает и он меньше будет лица люди что не спят хорошо они очень злые люди поэтому если человек заметил что каждая маленькая вещь его воздражает это имеет ввиду не спишь хорошо спи хорошо это будет уменьшаться человек будет меньше злиться и это очень важно потому что злой это одна из самых большие грехи что есть люди не понимают это ну окей я разозлился что разозлиться это очень очень опасно духовно пишет великий мудрец аризал что когда человек злится у него душа выходит его святая душа и заходит не святая душа внутреннего и вся и многие из из хорошие дел и что он сделал в этот же день просто от него уходят и он их теряет это иметь свод это и хорошие дела что он сделал потому что он разозлился поэтому злость это очень очень опасная вещь тоже написано рабина хаман из бестлев говорит что когда человек он злится он теряет деньги потому что злость и парноса парноса это заработки человека приходит что же тоже самый духовный корень и когда человек должен получать какая-то сумму деньги так было написано в небесах про него что он должен получать какая-то сумма деньги приходит я целого сатан и его испытает на злость даем дают ему испытание если он в это испытание прошел дают ему это сумма что было написано про него что должен получить если он не про прошел это испытание это это сумма деньги она приворачивается на злость это и выходит как злость и не приходит как деньги так говорит рабина хаман из бестлево поэтому миссли лошаве не не стоит злиться вот а и много деньги от нас уходит и когда человек видит что у него большая испытания злится он должен понимать в этой секунды сейчас должна большая сумма денег тебе прийти на масштаб должен хорошая сумма получить и больше зля и зля тебя ты должен знать больше деньги должны прийти но просто надо это испытание сейчас держать и не злится но как что будет нам помогать не злиться как мы сказали спать сколько надо спать написано в строчке пасук яшанти азия нохны я спал и поэтому я успокоился слово аз аз это поэтому да если мы сделаем гематрия на будем это проверять превратить на цифры алиф это один занято 7 вместе будет 8 говорят нам мудрецы дает дают нам намек на этот на это строчка яшанти ты спал азия нохни аз 8 надо спать 8 часов чтобы был покой 8 часов это самое хорошее ха самый хороший сон так пишет рамбам и так мы должны спать рамбам говорит что день мы его на три части деле 888 будет 24 8 спать 8 жить и работать и 8 учитого так напишет а так пишет нам рамбам что спит больше чем восемь есть люди говорят ну спи больше будет лучше не будет хуже больше чем 8 часов спать это делает хуже поэтому надо 8 или немножко меньше но больше чем 8 это уже не хорошо не для здоровья и не для духовности есть люди что хотят спать меньше чем восемь нет у них возможно 8 часов спать если они этого делают потому что они учат тога духовность и так далее это тога это духовность что они учатся идут на клана уроки и так далее это им выполняет это энергия чтобы должны либо получить во сне но если они не спят восемь часов меньше потому что они идут играться на sony playstation и посмотреть телевизор это телевизор не дает нам энергия он только нас это берем да еще одна интересная вещь что когда у человека болят зубы не на вас хаз ва шалом не дай бог зубы болят или зуб болит это большое страдание говорят мудрецы что спать дает уменьшает боль после как человек спит это уменьшает боль потому что все мид хадач все обновляется и меньше зубы болят поэтому когда человек видит что зуб болит пойдет спать и лучшему будет станет да и а дроба если человек не идет спать ночью потому что у него зубы болят и он встает делает всякие вещи и не идет спать этой зубы больше будет болеть поэтому когда зубы болят надо идти спать тоже найти к доктору надо тоже спать великий мудрец большим то пишет что когда мы идем спать это очень хорошо для нашей добрые дела митвот что мы делаем почему иногда человек делает очень хорошие добрые дела когда он идет спать душа идет в небеса и там она дает как будто пикадон пикадон это оставляет залог это все хорошие дела что он сделал он оставляет эту эту энергию там в небесах на его счет приходит сюда обратно на новый день если на этот новый день если бы эта система не было не работала так если бы не бы не спали и вы не ставили этот залог наши добрые дела мы бы пришли на следующий день все это и добрые дела у нас и когда человек решил это и это было влияло все это и добрые дела что он сделал но всевышний сделал так что мы пошли спать когда мы спим это вся наша добрая хорошая энергия что мы взяли из наши добрые дела мы ставим на залог когда мы спим наша душа и поэтому утром если даже второй день человек решил сделал нехорошие дела это не влияет на это добрые дела что он сделал прошлый день потому что он спал что наоборот да это тоже не влияет добрые дела не влияют да но есть другие варианты как их стирать да о правильно поэтому человек перед как он идет спать еврей у нас есть какие-то вещи что мы читаем одна из вещей это раскаяние человек перед как он идет спать он должен раскаяться на все это нехорошие дела что он сделал чтобы чистый зайти в небесах его душа чтобы пошла чистая даже там и мы 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 люди мы делаем нехорошие вещи да я там а разозлился я сказал какая-то нехорошее слово я не соблюдал что надо было соблюдать я не сказал благословение на что надо было сказать я да даже от кого-то что-то взял и неправильно сделал если человек раскается перед сном это это очень очень важно поэтому есть у нас традиция такая это тоже написано в законы еврейские читать шма израэль перед сном это читание шма израэль она очень важная первая вещь она соблюдает человека ночью чтобы не было хорошей сне и совы чтобы не чтобы не были не хорошей сне у него это соблюдай человека ночью чтобы душа и зашла на очень большие уровень духовный миров когда душа поднимается его душа заходит на очень хороший дух духовный миров и он получает там очень хорошая энергия если он читает шма израэль перед сном но человек что не читать маяцая перед сном когда душа выходит из тела и она идет на очень-очень низкие уровни мир духовные мира и она не получает самая большая сила и энергия во сне поэтому шма израэль это очень важная митва тоже когда человек говорит шма израэль это убивает негативные энергии что он создал сегодня грехи и именно мужчина это же женщина человек когда делает какие-то грехи он создает негативные энергии негативные ангелы от этого создались и это я ангелы этой энергии потом делают ему много проблем и жизни в полноса в заработки здоровые и так далее чтобы убить этой негативные ангелы негативные энергии мы говорим шма израэль шма израэль есть дома двести сорок восемь слов 248 будет на иврите рамах 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 это сабля на иврите почему двести сорок восемь это сабля потому что это сабля что убивает это и все негативные нехорошие ангелы энергии что человек создался вошли грехи и поэтому это очень важная вещь сделать чтобы хранить наша душа наше тело каждую ночь лиза говорит что это убивает каждый шма израэль что мы говорим каждую ночь это убивает 1125 негативные энергии ты 1125 сейчас еще одна интересная вещь когда человек идут идет спать аз когда он говорит шма израэль очень хорошо добавлять что я прощаю всем людям что мне сделали нехорошие вещи в этот день и вообще когда человек перед сном многие люди нам дали всякие вещи и говорили на на нас и про нас и так далее и когда человек перед сном говорит всевышнему смотри я им никого не не держу зла я всем прощаю все хорошо говорят мудрецы такой человек у него жизни будет очень хорошей жизни почему потому что бог говорит как ты прощаешь другими даже они сделали для тебя нехорошо я тебе тоже буду обязан прощать даже ты делаешь нехорошие вещи из мера за мера как мы такие прощаяние люди так всевышний с нами будет тоже тоже с нами делать чтобы прощать на на все все наши вещи и потом у нас будет хорошей жизни да потому что на нас в небесах не будут написать нехорошие вещи потому что мы всем прощаем там будет тоже стирать и всеми и всегда нам прощать поэтому очень хорошо сказать эти строчки кто читает на иврите у нас все дуры это все написано перед крият что мы говорим а я не муха и веселых не хормиши их и хисы век не тут и я прощаю всем людям кто меня разозлили кто меня от меня меня обзывали меня и там а даже от меня да даже от меня воровали да я всем им прощаю нескольким людям пескам людям это очень тяжело сказать потому что он говорит смотри я могу это сказать равно но я это не чувствую внутри мне это очень тяжело но надо еще один день еще один день сказать и начинать чувствовать да я прощаю всем я люблю всех и и это очень хорошая вещь сделать во сне окей еще много вещи много но можно говорить если есть у вас какие-то вопросы пожалуйста да когда идем спать понятно что делать а когда просыпаемся если это уже другая лекция но если человеку тяжело проснуться что вы 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 спрашиваете что делать чтобы проснуться а первая вещь самая хорошая сгуля сгуляет да не переводится да и самая хорошая вещь если человек хочет утром лег легче вставать это идти спать рано это если лёг рано и все равно что-то здесь неправильно что лёг р важно а своя сша человек говорит перед сном очереди поможет почему потому что человек спит но не получать достаточно энергии он чувствует что хочет еще спать почему потому что когда душа поднималась она не поднималась на очень высокие миров но очень там и там она получила очень-очень мало поэтому когда будет говорить мо изãy он почувствует что утром из больше ссылка еще одна вещь это когда человек не любит жизни он не хочет вставать понимаете люди что не любят жизни что думают что жизни они нехорошие что жизнь они тяжелые что почему я вообще здесь живу и так далее эти люди им всегда будет тяжело вставать потому что они не хотят вставать они хотят не быть здесь и чтобы это делает надо смотреть прошлая лекция в ролях про радость что понимать что надо быть радостно и жизни хорошей жизни красивый и начинать смотреть на все позитивно и потихоньку потихоньку это даст нам мотивация чтобы утром действительно вставать как положено я вам дам еще одна совет еще один совет это очень важно утром вставать рано и говорят мудрецы что все идет за за начало как ты начинаешь какая-то вещь так она будет продолжаться если человек начинает день так очень не с энергией не с мотивации и просыпается ой я хочу еще там пять минут и еще пять минут еще 15 минут и так далее да вообще не надо не приходит а когда он начинает день так это влияет на весь день что был не не удачный и говорит один из мудрецов 30 лет тому назад хида аби хаим юсеф тавида зулай он пишет егошняя книга что если человек хочет что ему было легче легче в жизни и легче победить нашу и это как сказать наше дурное начало это все идет на первое на первое на первый раз что мы его побежали утром это нам дает сила на везде если человек утром не имел сила побеждить дурную началу что дурное начало говорит спи так она говорит спи но ты говоришь что спи ты спи и почему ты разбудился я буду вставать если ты это сделал на первый этап это это первая твоя первая битва и ты ее сделал как положено победил весь день будет тебе легче победить и иметь контрол на себя и поэтому это очень важно очень 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 важно это 1 это первый момент когда человек это понимает эта информация что это только что же вам сказал это дает мотивация чтобы именно победить скажи сам себе я только 1 победе не делаю в день какая первая победа только 1 а я не да ногти нельзя 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 всяким звучит нельзя их выбрасывать на полу написано у нас в талмуде что если не дай бог человек выбрасывает на полу первая вещь он называется раша это плохой человек почему плохой потому что этой ногти имеет очень большая негативная энергия если женщина что она беременна будет на это наступать ребенок может упасть поэтому этот человек он как будто называется убийством он убил убил ребенка нельзя их бросать ни в коем случае но поэтому тоже мы не бросаем их на место что может быть как то что они сыпались и люди на них наступали поэтому нам надо их или жечь и не поставить в туалет вместо что люди там они находятся да это очень важная вещь если случилась ситуация иногда человек стрельжет ногти и он все и одна там а полетела им мы сейчас он боится а вы сказал там а моя жена беременная что будет до написано в книге что если ты будешь эту даже ты не знаешь где она возьмешь и какой-то там а мототеху веник пылесосы шанова возьми веник и везде делай так потому что если ты ее шатаешь из места где она упала уже это это негативная энергия уходит поэтому да сдвинуть ее из этой мест поэтому так можно как-то от эта ситуация выйти но вообще надо быть очень осторожны ногти какое-то место делать чтобы они не упали потом в туалет и это что надо сделать с ногтями а если допустим сама женщина беременность держит свои ногти да 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 тоже она должна быть осторожна я знаю одна девушка что у нее работа это делать ногти и она не знала этот закон и у нее у нее было несколько выкатывший один после другой после почему она всем это делает и потом на это наступает и один упал второй упал третий упал но как она прошла ко мне я сказал что сделать и бау хашем все нормально было